итак рассмотрим давайте висцеральный массаж живота как основа нашей ось телотерапии да поскольку я уже говорил да внутри органа не влияют и на кости в том числе и на развод позвонков поэтому обязательно включаем программу я уже говорил что там есть висцеральный мозг ну прежде все давайте рассмотрим и органы вибрируют да в своем каждом ритме и по принципу голографической разницы вселенной они иногда из как удобно страдают или его вырезали до его функции частично берут на себя соседние органы как это не парадоксально звучит но тем не менее давайте рассмотрим так значит первое что у нас идет это пищевод до от него формируется желудок вот примерно так он провисает у желудка обязательно есть некий воздушный пузырь сверху до чтобы не было заброса обратно в пищевод даже немножко немножко слишком прямом его нарисовала такой вот все наши органы они примерно по размеру с кулак самого человека самого автора ну тесно мы померяем ладони у нас похоже да вот значит мой кулак также подойдет да вот например это сердце да получается обводим кулак вот нас форма сердце до примерно получается сердце немножко обманчиво что она слева находится да у него просто левый желудочек гораздо больше чем правы поэтому стучит больше слева чувствую что мы слева да по сути она по центре желудок также вот размером с кулак получается да поджелудка находится поджелудочная железа вот размером примерно с ладони с это положить да как бы обнимает снизу примерно вот от меченосного отростка до жива до пупка если разделить на три части до 3 части до желудок занимает верхнюю третью часть здесь начинается у него двенадцатиперстная кишка который заворачивается туда и переходит в тонкий кишечник тонкий кишечка вокруг пупка примерно вот тоже размером с кулак до 10 12 сантиметров получается печень находится под ребрами вот примерно считаете 1 ребро 3 4 вот 4 ребра здесь у нас идет под четвертым ребром диафрагма да правильно говоришь вода туда доходит до самого низа крепится у плавающих ребрами роберт там внизу ну вот смотрите да это диафрагма она отделяет органы грудной клетки от брюши на брюшину да вот примерно во мне демонстрационный такой вот материал я превращаюсь на материал вот на белое деда большую немножко вот эта белая полоска это и есть лишь диафрагма вот там и немножко вниз крепится у нижних ребер сзади зале только крепится а под ней печи находится вот печень также берем вода да примерно вот проекция ладони получается это ее правая доля большая левая доля да такая тут находится желчные протоки давайте черненький покажем желчные протоки у которых находится желчный пузырь желчный пузырь он не размером с кулак единственно что да он примерно размером грецкий орех и от пупка примерно по направлению ну вот либо к соску либо может чуть-чуть сюда в бок смещаться вообще по поводу про внутрь их органов это тоже надо понимать что мы проекцию рисуем как бы вид сверху да на самом деле они трехмерные они могут где угодно находиться более того они сползают у человека то есть если человек обжора дата у него нижняя доля желудка может провисать а вообще до пупка вот такая вот кишки могут быть перенаполнены да это уже свернут на бок когда мы надавливаем внутрь тела дата за счет вестерального мозга органами как бы имеют тоже свою такую чуйку они от внешнего воздействия сопротивляются они могут утечь мы нажимаем на механики раз так что это расстояние честно говоря условные и вот получается от поджелудочной железы вот тут есть вход и от желчного пузыря вот такой вход называется сфинктер оди они дают свои соки до в 12 перст на кишку 12 перст на кишках что прошло и переходит в тонкий кишечник в общем 12 перст потому что только быстро пальца поставить до 4 плюс 4 и плюс еще 4 сейчас 12 да то есть она где-то вот такой длины получается далее от пупка отступаем примерно где-то три пальца наверно сантиметров 5 расстояние это вот сторону нижняя доля почки получается вот левая почка да также размером примерно с кулак а правая почка она чуть ниже она всегда чуть опущен и получается да друзья нас кулак примерно такая над ними на почечнике от них идут протоки прямые к мочевому пузырю вот за лобком прямо до находится мочевой пузырь но тоже примерно размером с кулак получается да вот такой тонкий кишечник переходит в толстый кишечник вот примерно если от пупка пупок немножко выше находится эта схема да ну вот так вот от от гребня подушек кости провести прямую до пупка да и вот одну треть от этого расстояния взять также две трети даже внутри взять то примерно вот тут находится или цикальный клапан это вход в толстый кишечник вот пошел тут аппендикс что аппендицит эта болезнь аппендикс это орган и вот толстый кишечник он вот такой как таких как бы карманчиков состоит здесь восходящая получается у него до часть потом нисходяй такая провисающая часть самый главный орган толстый кишечник из-за которого мы все собственно говоря и болеем и стареем и все прочее хоть и знаете что у долгожителей какое самое главное отличие вы стали вскрывать потолгоанатома да то обнаружили что у них у всех толстый кишечник как у вас этим человека чистый розовенький понимаете значит что значит всю жизнь мы сами себя отравляем тем что питаемся тем что не чистим его не кровь не лимфы не чистим да так вот подвисающая часть пошла вверх тут уже нисходящая часть пошла вот вниз вот с той стороны она идет потому сзади до поднимается сюда этот превращается в сигмовидную кишку и разворачиваться до вглубь идет и там сзади уже прямая кишка пошла до прямого кишка все на сброс пошла на сброс сегмовидная кишка если взять вот так вот примерно под диагонали да то вот половина этого расстояния до пупка от косточки от уголка получается гребень положим кости до пупка рисуем линию и визуально вот примерно здесь сигмовидная кишка и по направлению вот туда вход в глубину помещу туда внутрь вход в толстый кишечник получается вот такие органы нас еще интересуют очень интересуют у мужчин представлена железа она находится сзади получается мочевого пузыря но перед толстым кишечником она вот такая двудольная и размером примерно на грецкий орех дальше у женщин отходу от входа во влагалище примерно 10 сантиметров откладываем до начинается вот матка также вот величина из кулачок да вот не выше вот так фаллопи его трубы идут и загибаются вот сюда получается вот тут находятся яичники яичники находятся над седалишними костями ровно седалишними костю над ними сверх провести до внутри туда то там находятся яичники ну соответственно смотрю до женщина с большим тазом широким тазом с узким тазом да у них разно будет расстояние яичников и кстати вот например в в парном массаже тантрическом до используется такой момент когда человек садится сверху на живот своим своей попой и седалишными костями массируют яичники женщин даже такие есть моменты так все вроде бы нарисовали да и теперь схема как мы работаем отличается да там подъем органов вот общее такое оздоровление чуть похоже рассмотрим а сейчас мы будем заводить все как часы я вам говорил да что все начинается справа налево и справа ноги тоже когда человеку так лежит по верхней грязи грани ребер и подзвучной кости мы как бы рисуем вот такой вот циферблат так что будет масло да вот рисуем вот такой вот циферблат внешний и циферблат внутренний по тонкому кишечнику как мы видим по толстым кишечнику толстый кишечник совпадает практически с этим циферблатом да тонкий кишечник совпадает с нижней циферблатом смотрим их примерно в 12 часов до час примерно да и начинаем соответственно массировать с маслом делается значит вот отжимаем 12 час два три часа 4 часа 5 часов 6 часов в сторону мягко действуем животом ни в коем случае без резких движений 9 часов 10 часов часов примерно 11 часов получается желчный пузырь до 12 часов и по малому круговороту да так же вот отжимаем по сути любыми пальчиками чтобы рисунок оставить подольше ну ладно давайте по-нормально сделаем что было мягко да вот заводим таким образом перестальти к кишечника прежде всего потому что дальше будет работать с внутренними органами вот логику ловите в чем для того чтобы у нас уже пошел отток масс по толстым кишечнику дам уже к нему будем потом гнать все чтобы уже потом пошел отток а сфотографировать вот немножко мы просто кишечнику то вот промяли пока мягким движением идем значит движение такое рыбка ставьте как рыбка ловет до приложили руку не отрываю да и вот такое движение покачивающий покачивающий мягкое мягкое пока входим мягко в человека проникаю все глубже и глубже теперь во первое попадать пищу в желудок до начинаем с желудка поставили кулак так так но как вам удобно и туда в него запускаем импульс вибрацию примерно по две минуты не дольше то есть весь массаж длится где-то 10-15 минут потом в печень до поставили туда в печень под любую подрывом зайти у кого гипоксия печени она увеличена она подвисает так будет еще ниже до опираемся и в нее запускаем вибрацию куда отдельно желчный пузырь здесь да у него вибрацию в поджелудочную железу помню что там за течью находится туда наш поглубже здесь идет эффект трещотки только мы не отрываем пальцы до отрижали вот без давления давим туда вглубь эти пальцы не отрываются до вглубь прислаем вибрационный импульс и тут надо понимать что внутренних органов мы не видим да и они находятся где-то за какими-то другими может быть органами да может быть там и живот раздут у человека но мы умозрительно куда послали импульс да куда мы мысли послали там и идет воздействие дальше селезенку селезенка им не нарисована за ребрами находится вот так селезенка тоже размером с кулак примерно да вот туда нас под ребра послали туда импульс не отрывая рук переходим к следующим частям право почки чуть пониже да вот уступили 5 сантиметров примерно внедрились поглубже и вот туда если человек не пускает да но живут сопротивление больно да чуть отошли изменили угол и опять внедрились получился поэтому поменяли угол с этой стороны когда битва да ему больно не будет так невольно терпимо вот и послали импульс туда если у вас ногти или слишком тонкие пальцы вы думаете даже человек повредите да то можно двумя руками поставить а еще лучше вот так вот получается эти пальчики они округлые такие с стороны вот так поставили и получили вот эту чеку забудла не отрываю ищем вторую почку а почки они сзади находятся ближе к спине поэтому мы поглубже ныряем переходим к началу после кишки взбодрили с этой стороны взбодрили сегмовидную кишку мочевой пузырь провибрировали туда и толстый кишечник туда вот протолкали помните стрелочку рисовал да вот по этой стрелочке мы туда входим проталкиваем и теперь еще можно уже отдельно работа пошла до от почек мочеточники протолкали как я вам говорил от пальцев исходит энергия до лучи такие и умозрительно куда мы представляем мы работаем на систем органам мы работаем не надо думать что вы куда-то не попали или что-то там тонкий кишечник например нам помешал туда сверху вниз опускаем теперь идем с толстым кишечником ну как вы все цикла прошли да и толстый кишечник заработал начинаем с ним уже более так серьезно работать вторую руку желательно двумя руками и когда идет на спуск нисходящая пробиваем бить по телу немножко больно почему мышцы сотрясаются видите поэтому через руку делаем клюв вот такой да и клюем можно кулачком в принципе сворачиваемся видно кишка до прямой дошли до встречали туда не бойтесь им все равно идет глубже чем вы думаете ну и теперь начинается конкретная работа если человек здоров ему в принципе это все нигде не больно да если он немножко как бы что-то не болит то начинаем проверять во первых злошного пузыря примерно как соску погружаемся и ищем его раз на большом пальцем потому что подушечку пальца она чувствительно да и она когда стыкуются с органом она как бы вот так вот нащупывая он как знаете как будто вареное яйцо без корлупы да вот так вот по кругу так вводим как бы вот нащупаем его вот такой консистенции внутри где-то может я говорил да чуть быть правее например я чувствую не больно не больно нормально теперь сфинктер оде то есть желчный пузырь он не производит желчь желчь производит печень она тут накапливается потом идет и в 12 кишку впадает через сфинктер оде вот чуть в бок отходим к центру и ищем его где-то здесь больно вот можно его там прокачать если болевой синдром есть да то мы по той же схеме работаем как стригерными точками придавили человек дышит животом вдох выдох мы с ним синхронизируем ся вдох вы сейчас почувствую пульсацию под пальцем выдох через боль дыши слишком больно ты можешь сказать вот можно прочитать наговор он понимаем эту боль принимаемые для себя ведь вот она была дана для чего-то нужно поэтому оцениваем ее с благодарностью но никак не судим не спорим не сопротивляемся просто отпускаем отпустили более она ушла в своясь и потому что мне больше нет необходимости нет надобности она ушла была и была ушла и ушла но все равно мы запускаем это место энергию исцеляющей любви и чистый белый свет стройка входит у нас пускайся белый свет на растворяется по нашему телу помощь отпускает боль все отпускаем иногда прослушал как там потекло на стопе сны кишки там что-то потекло также проверяем дальше ну например ближе к железе так не это боли да есть чуть проверяем угол под каким более так так я уже ушла это уже больше тонкий кишечник вот уголе тонкий кишечник значит также проверяем его дышим спускаем туда вибрацию проходит почти прошло до вот может без наговора если такая не сильно будет это убрать выпускаем и она проходит это уже пошла более глубоко работа который может дотянуться еще примерно на 10-15 минут до когда мы уже конкретно зоны выбираем так не будешь выбирать так вот уходим ищем ищем соответственно у мужчин поджелудочная железа до рисунок остался над лобком мягко войти обходим мы чего пузырь он должен быть пустой загибаемся вот туда многие говорят что жажда представь на железа только заряда массируется через она на отверстие но оказывается можно отсюда пока он не пускает чуть побольше видим вот он появился но то просто чувствуешь что он езда вот мы мягким массирующим движениями долго нельзя три минуты максимум массируем и стимулируем мягенько-мягенько совсем как и говорил он двудольный да можно его большими пальцами насыпать и как бы размять через него проходит мочевой проток вот он двудольный да и мы как бы вот так вот пальцами стараемся каждую долю промассировать мягко посылают туда любовь и энергии из наших пальцев у женщин соответственно жил этот матка да берем матку стимулируем в жатом состоянии примерно от входа 10 сантиметров и матка где-то 10 сантиметров примерно так получается да мы ее простимулировали примерно по 10 сантиметров стороны где-то тут находятся яичники если больно да то по одному если нет то можно два яичника сразу размяли также как с представительной железой мягко-мягко с ними работаем или цикально клапан да это вход в после кишечника также может быть воспален поэтому ты вот так же отдельно проверяем больно бывает надо знать и нажмешь выйдешь и боль уже прошло сейчас как еще езды вот так же можно и пучку принципе нащупайтесь это поглубже зайти и в мануальной терапии можно дойти до позвоночника и вправить позвонки с этой стороны раз подавить нажать ну естественно аккуратно обходя все внутренние органы я еще запускать начали до что у нас ноги возить внимание они повыше положены до подушку желательно ставить повыше до чтобы дать маленькую такое побольше чтобы расслабились мышцы грешили что он их не держал еще такой нюанс если у нас мышцы напряжены до пресс человек качает а то сначала мы работаем с мышцами чем мы его мышцы растерли размяли размягчили это такая поверхностная работа до согрели и потом переходим к работе у туда поглубже с животом то есть нам надо под эти мышцы подойти вот например какой-то упор почувствовал до обошел его зашел по другим углом у нас нету более да вот этому же до почки добрались вот . сейчас я чувствую почку нижнюю часть верхняя часть где-то повыше ну по крайней мере вот она нормально не болит да хорошая почка здорово целая такая мощная хорошенькая так нужно дать в 1 ролик на все запишем если антисулитный массаж да то он делается тоже поверхностно это другие техники это согревание это проминание лапа леопарда желательно почаще на одном месте работаем работаем прямо так раз ну кожу до тянем в сторону тянем на себя вот так как тесто да и от себя вообще сторону до растягиваем понимаем понимаем вот так вот и на сброс энергетический сброс получается что все лично как будто мы убираем и скидываем в угол комнаты это пощипывающие всякие движения кожу сам работал так щипаем и отрываем как укору и дружок это будет хорошо хорошее покраснение говорит о том что процедура проведена правильно если синяки останутся то тоже это неплохо так ну какие еще нюансы если засорем все-таки кищечник толстого например с этой стороны разворачиваем человека на бачок 1 буква жизнь до полосу так вашего слабым был берем за туса кишечник и проиминаем его как тесто да вот прям его схватил вот эта кожа он чуть погружу отпуск кишечник и прям его прокачиваем также с другой стороны можно да также можно добраться с этой стороны легче до почек или до селезенки да так ложись обратно так просто очень сказал но и заканчиваем подъемом внутренних органов самое простое это вот ноги подняты дачу может даже чуть повыше поднимать повыше тогда на прицеливаемся ладонями вот примерно в уровень почек до вдох животом выдыхай медленно и ослабляйся а могут вами дань им даем вперед вперед дальше мы дыхаем до конца до конца до конца до конца выдох на такому раз и подняли и так вот три-четыре раза сделали да теперь подъем матки берем за матку прямо до она может быть еще загнута вот ищем где загиб у меня с какой стороны с этой или с этой до маски на на принадлась сторону да вот так и взяли ее пальцами вот она да плотно держим потом делаем вдох животом выдох и делим вперед и с доворотом таким доворачиваем обратно сторону еще раз вдох об подняли матку ему диски не зия желчевыводящих пусть путей да то есть кинезия ты механика да то есть они как бы не слабо работают может быть такая не конечно не узелок и заворот заворот какой-то желчим пузыря ну примерно совсем работаем одинаково вот от солнца сплетения кладем ладонь до вот сюда тут за ребра берем на вдохе вдыхаем подняли сюда и на выдохе даем живот и поворачиваем то есть вот желчим пузырь прямо здесь да вот мы его как бы вот туда вот разворачиваем через двух как я даже приятно говорить так вот несколько раз ну допустим 1 5 да и на пятом раз и задержали дыхание держи дыхание держим 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 еще держи и там он задракмёт и вот эти всякие зажимы уходит нормально сейчас теперь желудок да вот он желудок он соответственно цепляется вот этим там я говорил же дошло органов просто так не висят они где-то какие-то там у них стяжки какие-то ремешочки фасции еще там да вот он с этой стороны цепляется к печени с этой стороны к диафрагме с этой стороны к подзвучной железе да вот там надо как бы все три тяжи вот эти растянуть берем его взяли да вот так как бы визуально вберу как бы ладошку захватил об вдох выдох и разворачиваем в сторону значит тянется вот это вот эта часть да так раза два например вдох и теперь другую сторону любовь и конечно вот этот от печени ну так визуально вы можете представлять любой орган да например ты говорил же про матку про желудок какой-нибудь там допустим селезенку также взяли ее визуально так раз почувствовали вдох и это подворачиваем чуть-чуть теперь диафрагму они давай не так давай счет